Стрельба из лука Самый главный, основной вопрос, который сейчас надолго Это связан с выбором лука И его силы, типа и так далее Говорю сразу, в блочниках я не шарик У меня нет денег на них Меня они как-то не так прут Меня больше интересуют луки традиционные Важный момент Если вы выбираете лук для себя, для стрельбы Если вы еще не знаете, чем вы будете конкретно заниматься Очень хороший вариант это разборной классический руку Вы покупаете рукоять А потом у вас есть маневр по выбору плеч Вы можете купить более дорогие плечи Более слабые, более тяжелые Это очень хорошее приобретение Очень хорошая вещь Однако, если вы заранее Вам, например, нравится эстетика восточных, исторических луков Вам нравятся лонги, охотничьи, еще какие-то То есть вы заранее решили, что хотите именно такой лук Ну, да нет никаких проблем Вот, например, исторический, традиционный монгольский лук Вот так на него надевается тетива Обязательно сегодня поговорим, как из такого стрельбы Вот это называется Modern Long Это современные луки Уже есть рукоять Проволочка с упором То есть луки бывают самые разнообразные Лично мне, я уже много раз говорил Нравятся Modern Long Они просты в освоении У них есть полочка Они метко хорошо стреляют Современные луки очень быстрые В общем, нет никаких проблем Сразу скажу насчет того Какой силы выбрать лук Ну, вообще рекомендуют начать чуть ли не с 10 килограмм Я прекрасно понимаю, что Особенно взрослому человеку этого быстро будет не хватать Но, поверьте, килограммов 12-14 Вам хватит очень надолго Да, вот этот лук очень легкий Почти детский Но, поверьте, он стреляет очень далеко Легкой карбоновой стрелой А где она у меня тут? Я специально взял показать Я один раз выстрелил на 305 метров Из вот этого вот лук Да, стрелял высоко Может где-то там ветер помог Спорить не стану Сразу насчет мифов Дальности и прочего Значит так Нормальная дистанция Спортивная, скажем так Стрельба из лука 18 метров в залах стреляют Вот такие маленькие мишеньки Дальше идет 30 40, 50, 75 И до 90 метров Стреляют спортсмены Достаточно точно стреляют в мишень Диаметром, по-моему, метр 20 Насчет стрельбы на дальность Вот у меня тут спрашивали Какой самый дальний выстрел? По-моему, 1400 с чем-то метров Из специально собранной Какой-то там блочной Убер-конструкции Не блочники Современный рекорд По-моему, чуть больше Чем километр 200 метров Самый дальний выстрел Из цельно-деревянного лука Я очень хорошо запомнил Это 525 ярдов Это специально собранные Созданные для этого конструкции С легкими стрелами И это не имеет никакого отношения К дальности обычных луков Из обычных традиционных луков Относительно увесистыми стрелами С большим оперением Стрела, в принципе, запросто летит Метров на 200-300 Дальше Скажу сразу Королевское английское общество лучников Кажется, так оно называется До сих пор стреляет клауд Такая дисциплина Стрельба навесом В положенную на землю мишень Ну, в очерченную зону До сих пор стреляет клауд На 300 метров Из цельно-деревянных лонгбол Деревянными стрелами Ну, это кому будет интересно Дальше Сразу заранее хочу вас предупредить Когда вы будете учиться стрелять из лука Не надо сразу отходить далеко Вот, стремите к сведению такую вещь Что традиционщики чаще всего Стреляют в 80-сантиметровую мишень С 30 метров Это значит, вы надежно Уверенно должны Поражать 8-сантиметровую мишень С 3 метров для начала Отойдите на 3 метра Нарежьте себе маленьких квадратиков Стреляйте по очереди в каждую Желательно прямо в центр Этого будет достаточно Очень важный момент При выборе лука Вы должны нормально Комфортно его вытягивать То есть, вы должны нормально Натянуть его На то расстояние Которое вам необходимо Очень часто Я вижу, как из лука Стреляют Примерно вот так Это самое неправильное Что можно выобразить Вот ваша стойка Про стойки мы еще поговорим отдельно Не покупайте детские луки Не покупайте луки Которые не можете растянуть Не получится ничего Дальше Вот конкретно вопрос Я периодически цепляюсь К людям, которые стреляют Из так называемых ПВХ луков Делают луки из арматуры И так далее Тому подобное Хочу более конкретно Остановиться на этом моменте Если вы Делаете из подручных материалов Какие-то вещи Для развлечения Вот вы сделали лук Из первой попавшейся ветки ПВХ трубы Неважно из чем Стреляете у себя во дворе Выкладываете видео Идет позитив Вам весело Это нормально Ничего там плохого нет Это детство Это позитивные эмоции Это все что угодно Конечно Никто не против Но есть одни Нехорошие моменты Некоторые берут кусок Трубы водопроводной Изгибают его непонятной формы И говорят Это монгольский лук Ребят Это не монгольский лук Он чаще всего даже по форме И близко не похож на монгольский лук Это не очень красиво Или делают луки Люди Совершенно футуристических конструкций Даже не футуристических Бестолковых С обложки какой-нибудь книги Притом не самые толковые Продают за серьезные деньги И говорят Вау Он классно стреляет Вон смотрите Стрела метров 50 летит Ребят Он палка лучше стреляет Это безобразие Я считаю Это развод Самое что ни на есть Это неправильно Я так думаю Дальше Есть люди Которые с ПВХ Делают достаточно интересные Толковые конструкции Я приведу ссылочки Смотрите в описании Но Сам материал Мягко говоря Не самый удачный По своей силе Он достаточно тяжелый Имеется ввиду Что Сам лук Который При натяжении Допустим 15-20 кг Он сам по себе Плечи весят много Стреляет недалеко Большую скорость Из него стрелы получить Да не сложно Просто нереально Впоследствии он Деформируется Материал не самый удачный Насчет стеклопластиков Если плечи Из стеклотекстолита Из стеклоткани Многослойной Это кровь Луки Получаются медленными Стреляют плохо Недалеко Это игрушки Из цельного стеклопластика Однонаправленного Из стеклоткани Есть иногда Конструкции Которые стреляют Неплохо Делают Очень мощные Луки Там и прочее Не фанат Луки Получаются Жесткими При выстреле Идет довольно Крепкая Отдача в руку Мне они просто Не нравятся Хотя здесь уже Возможно Варианты Получают Любопытные Конструкции Так что Вот такое Мое мнение Вот это мне Очень понравилось Стрелять Не умеешь Рассказываешь Всякую фигню Так далее Так далее Тому подобное Ребят Я этого не скрываю Да Я косой Да Мой уровень Можно набить За несколько месяцев Нормальных тренировок Да Я стреляю Просто ради Своего удовольствия Выкладываю в сеть Кому то интересно Кому то нравится Очень много вещей Это видео ответ Общение С интересными Мне людьми Ну Ребят Мне нечего сказать Если есть какие то претензии Покажите Как вы стреляете Если вы классный стрелок Мне будет это полезно Я чему то научусь Ну а нет Чаще всего похоже На какие то Голословные утверждения Так что Извините Так Дальше Идет Давно более интересная вещь Это касается Стойки Прикладки Это все будет В следующем Видео Лето Последние погожие денечки Теперь Насчет Силы лука Вот это Очень легенький лук По сути почти детский Вот Многие при Первой покупке Выбирают луки Там 20 25 килограмм Заказывают Это очень тяжелые Луки Для начинающего Но Мотивируется Это тем Что Я хочу Стрелять Далеко Легкий лук Так не может И так далее Ребят Поверьте Современные луки Со стеклом Стреляют Достаточно Далеко Безо всяких проблем Трактория Вполне Нормальная Нормально Все стреляет Нормально попадает Не бойтесь Легких Луков Вам и хватит Надолго Но из них Может пострелять Не только Вы Ваши друзья А С легким луком Будет легче Освоить технику И отработать меткость И как стреляет Мой любимый Модрон Класс Я сейчас хочу Обсудить один Вопрос Который мне Довольно часто Задают Я уже на него отвечал Берется поговорить Еще раз Вопрос звучит так С какой стороны Надо накладывать Стрелу На лук Казалось бы Уже Все сказано Сейчас я хочу Показать Несколько Примеров Вот стрелами С таким оперением Я буду стрелять С этой стороны А потом Отстреляю Еще Три стрелы С другой Смотрим Смотрим А теперь С другой стороны Сейчас стрела Ушла Вправо Хотя я целился В одну и ту же точку Я даю конкретно Сейчас поправку Так Важный момент Как вы уже догадались Происходит следующее При такой стрельбе Когда мы спускаем пальцы Тетива идет Зигзугом А если более точно То В какую сторону Мы пальцы отпустили В ту сторону И пойдет стрела Поэтому При таком способе Стрелы летят Практически прямо Если мы накладываем Ее в другую сторону Они здорово Уходят Вправо Сразу Но Однако Мы можем Приспособиться И стрелять Таким образом Вон Ларк Сандерсон Стреляет И даже попадает Но Все равно Точнее Когда стрела Находится Именно С той стороны С которой Скатывается Тетива Так получается Точнее Обычно Когда стрела Находится справа Так стреляют По восточному При помощи Большого пальца Тогда Стрела Летит Прямо Иными словами Вы можете Положить стрелу И слева И справа Удерживать ее Тремя пальцами По восточному Вы можете Подобрать Выработать Свой стиль Стрельбы С другой стороны У всяких Вот этих Приколов И свои Плюсы И минусы Попробуйте Подберите Стрелы Которые подойдут Под ваш Стиль Получаете Удовольствие Стреляете Сейчас я хочу Обсудить еще один момент Это жесткость стрел Вот берем Стрелу Тоненькую Легкую Соответственно Обыкновенную Прямо Куда направим Ничего такого Так Берем другую Более толстую Более тяжелую И она сразу Резко уходит влево Еще разок Даже влево И чуть-чуть вверх В чем собственно Весь прикол Стрела Стрела При выстреле Делает Такую забавную Лещу Она Грубо говоря Получает Под зад В хвостовик Тетевой Ударяется О полочку Изгибается И летит Изгибаясь К цели Но если Стрела Слишком жесткая Она не может Изогнуться И она пролетает Вот таким вот образом И уходит Чуть-чуть влево И иногда Вот сейчас Влево Вверх Ну что это значит Это значит Нужно подбирать Стрелы Которые подходят По жесткости Вашему Конкретно Вашему Луку Ну собственно Такой посыл Один момент Он касается Стрел Я очень часто Сравниваю Разные стрелы Часто звучит Звучат Запорожцы Аркус Маркет Да вот Стрелы нормальные Пользуют хорошо Но Очень важный момент Все это Собрано Из иностранных Комплектующих Кедр По моему Рос Сити Иностранные Весовые Наконечники Американская Крашеная Индюшка Наконечники И так далее Это может сделать Практически любой Вот Пару лет назад Наверное уже Давно Стрела Из Днепропетровска Тот же самый Кедр Те же самые Весовые Наконечники Оперение Хвостовик Стрела Жива До сих пор Ничего не сломалось Все тоже делают Качественно Днепропетровский Клуб Таргет Делали Зибров Привет То есть Сможете смело Заказывать Выбирайте Цену Выбирайте Характеристики Это никакая Не проблема Они у всех Примерно Одинаковы Есть Стрелы Из отечественных Комплектующих Этим Занимаются Тоже Разные Производители Я сейчас Больше Общаюсь С Герой Никитой Леоновым Будет Возможность Я буду Показывать Все новые Новые Стрелы Это Касается Производителей Шлите Мне На обзор Ваши Стрелы Будем Показывать Будем Сравнивать Я думаю Будет Интересно Спасибо А вот Еще одна Мишень О которой Я хочу Вам Рассказать Чаще Всего Я стреляю В изолон Тоже Практически Общепринятая Штука У изолона Есть Недостаток Из него Иногда Очень тяжело Доставать Стрелы И вот Соорудили Вот такой Мешок Конструкция Которой Трепью И картон Ну и Сам мешок Собственно И вы знаете Очень Неожиданное Дело Этот Стрелоловитель Нереально Понравился В чем Его Крикол Он Достаточно Легкий Возьмем Еще пару Стрел Потяжелее Пожалуйста Если больше Подходит Сразу Стрела Не пробьет Из любого Лука Давайте Подойдем Поближе И посмотрим Как это Все Вытаскивается Все Очень Легко Я Поэкспериментирую С такими Мешками Выберу Подходящий Наполнитель Но Если Кому Будет Интересно Пойдут В массу Тренируйте Все Таки Стойку И Прикладку Освоите Эту Дисциплину Если Вы Научитесь Стрелять Потом Вы Можете Стрелять Как Угодно Влево Вправо Вверх Вниз Сначала Освоите Базу Остальное Тренируйте Погнал Еще Раз Ноги На Месть И Вот Тут Мы Подошли К тому Самому Моменту Когда Вы Учитесь Делайте Все Правильно Встали Определили Точку Прикладки Как Вы Будете Прикладываться Так 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 Не Важно Делайте Все Одинаково Не Торопитесь Попробуйте Разные Варианты Найдите Свой Стиль Стрельбы Прикиньте Где Как Вы Будете Стрелять Просто У себя На Заднем Дворе Или Где Нибудь За Городом Вы Будете Стараться Участвовать На Соревнованиях Будете Стрелять С Фиксированных Дистанций В Мишень Будете Участвовать В 3D На Пересеченной Местности А Может Даже Задумаетесь Об Оходе Кто Его Знает Удачных Вам Выстрелов Ну а Теперь Напоследок По традиции Попробуем Сделать Какой Нибудь Красивый Устрел Я Всегда Люблю Стрелять Сквозь Крону Деревья Вот так А так Можно Спить Дерево И промахнуться Идеально Я Наверное Теперь Всегда Буду Делать По Несколько Выстрелов Чтобы Это Не Было Похоже Какой Трюк Которым Снимали С какого То Там Дикого Количества Дублей Ну Спасибо За Просмотр Пока